Прививать от COVID-19 теперь будут только группы риска. Минздрав подготовил проект приказа с изменениями в национальный календарь профилактических прививок. До сих пор официально рекомендовалось ревакцинироваться для профилактики коронавируса каждые полгода. Теперь же, согласно предложению Минздрава, обязательная вакцинация останется только для уязвимых категорий. Это люди старше 18 лет, ранее не болевшие коронавирусом или не вакцинированные, пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, с иммунодефицитами. Вакцина есть, обновленный спутник зарегистрирован в декабре прошлого года. В слете движения первых в Москве приняли участие 8 ребят из Хакасии. С 30 января по 1 февраля на выставке в форуме «Россия» проходил второй съезд движения первых. На нем присутствовали более 3000 представителей из 89 регионов страны. Председатель правления движения Григорий Гуров заявил, что возрастной порог участников увеличится с 18 до 25 лет. Нижний порог останется прежним в 6 лет. Как напомнили в Центре управления регионом, закон о создании российского движения детей и молодежи в 2022 году подписал Владимир Путин, а также возглавил Наблюдательный совет этой организации. Спустя меньше двух лет участниками стали более 4 миллионов человек, а в 89 регионах России работает более 40 тысяч первичных отделений, в том числе и в Хакасии. Жители йога Красноярского края смогут наблюдать сближение Луны и Юпитера. Планету-гигант рядом со спутником Земли можно будет рассмотреть невооруженным глазом 15 февраля. Об этом рассказали в обсерватории Сибирского университета имени академика Решетнева. В 19.00 расстояние между Луной и Юпитером будет всего 3,5 градуса. Затем они начнут отдаляться друг от друга, так что это лучшее время для наблюдения. Конечно, днем Луна и Юпитер будут еще ближе, примерно в 12 часов расстояние между ними достигнет 2 градусов, но в светлое время суток их нельзя увидеть, отметили в обсерватории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин